Несчастный пассажир из иронии судьбы, смешной начальник Деточкина. Интеллигентный хозяин затопленной квартиры в Афоне. Все это он. Мастер комического эпизода с самыми грустными глазами. Он появлялся в кадре всего на несколько минут, но и этого было достаточно, чтобы зритель начинал смеяться. Он выходил на сцену театра на Таганке 45 лет, а ушел по-английски, не прощаясь. Готлеб Михайлович Ранинсон. Родился 12 февраля 1916 года в еврейской семье, в оккупированной германскими войсками Вильни. Мать воспитывала его одна, денег не хватало. Куда пропал отец тайно. Сам Готлеб Михайлович об этом не распространялся. Одно известно, после переезда семьи из Вильна в Москву в начале 20-х, отец с женой и сыном уже не жил. Маленького Готлеба в Москве определили в Кремлевский детский сад. Готлеб Михайлович с особой нежностью относился к своей маме. Очень любил ее, старался ее не расстраивать. Но, наверное, из-за такой всепоглощающей материнской любви он так и не женился. Он так и прожил всю жизнь вместе с мамой до ее смерти в однокомнатной квартире на Крымском валу, недалеко от парка имени Горького. Он обожал маму, а когда она умерла, остался совсем один. Иной раз после спектакля, возвращаясь домой с букетом цветов, говорил, «Поставлю их рядом с маминым портретом». Ранинсон рано пошел работать, даже не закончив десятилетку. Параллельно с работой он поступил в детский хор Большого театра. Педагоги полагали, что в результате подростковой ломки голоса получат прекрасного тенора. Но оперный голос не сложился. До 23 лет Готлеб оставался в Большом, работал в группе мимического ансамбля. Потом стал студентом Щукинского театрального. Было это в 1939 году. В армию его не взяли из-за эпилепсии, которой он страдал с детства. С 1941 года был с мамой эвакуирован. Устраивал концерты в городе силами эвакуированных. Сбор с концертов шел в фонд обороны Родины. Именно за это Ранинсон был награжден медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. После войны он получил вызов и приехал в Москву, чтобы продолжить учебу. А 7 лет спустя уже с дипломом Щуки его принял театр на Таганке, в котором он прослужил почти полвека, сыграв десятки интереснейших ролей. Конечно, для актера такого масштаба и дарования работы в театре у него было немного. Но работы были очень яркие. В телеспектакле «Товарищ Верь» Ранинсон играл цыганку. Пел цыганский романс, появившись перед залом в ярком макияже, с ярко-красной губной помадой, в платке и пышных ситцевых цветных юбках. Это был небольшой эпизод, блистательно отделанная филигранная мини-роль, над которой Ранинсон очень тщательно работал. Недостаток работы на сцене он пытался восполнить творческими вечерами, концертами, работой на радио. Он хорошо пел и делал талантливые пародии. А еще нашел себе хобби, весьма необычное для актера – медицину. В театре его даже в шутку прозвали министром здравоохранения. Относились к нему с любовью, называли уважительно дядя Гоша, а то и просто Гоша, на что актер не обижался. Владимир Высоцкий даже написал такие строки к 50-летию Ранинсона. «Если болен морально ты или болен физически, захондрил эпохально ты или эпизодически, не ходи ты по частникам, не плати им ни грошика, иди к Гоше несчастненький, тебя вылечит Гошенька». Но иногда Готлеб бывал капризным и обидчивым, иногда приходил к Любимову с заявлением об уходе, особенно когда долго не было новых ролей. Но Любимов всегда его успокаивал и рвал заявления. Так он и играл на таганке до последнего своего дня. А еще была работа в кино. Первую настоящую, но небольшую роль он сыграл, когда ему было уже 50 лет. И сразу у Рязанова в фильме «Берегись автомобиля». Там он сыграл доброго начальника Юрия Деточкина. «Я его никуда не посылал. Вы понимаете, какая вещь? У Деточкина есть очень много всяких болезненных родственников в разных городах Советского Союза. Вы понимаете? Вот я получил недавно телеграмму». Он не потерялся на фоне таких звезд, как Смоктуновский, Ефремов, Миронов, Попанов. Мастер гротеска Ранинсон потрясающе владел мимикой. А его чуть заикающаяся речь придавала героям неповторимый шарм. Стоило увидеть его на экране один раз и забыть было уже невозможно. Ранинсон стал одним из лучших комедийных актеров. Он сыграл незабываемые эпизодические роли в фильмах «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Двенадцать стульев», «Берегись автомобиля», «Бег», «Афоня». А когда откроете? Не знаю. Второй месяц на складе прокладок нету. Ну что же делать? Думай. А то ты астроном, чтоб думать. Может, можно где-нибудь достать. Да где ж я тебя достану? Что я? Золотая рыбка, что ли? Ну, я отблагодарю. Готлеб Михайлович, особенно под конец жизни, очень страдал от одиночества. Часто прогуливался рядом с домом, обожал птиц. Стоило ему выйти во двор, как со всей округи слетались голуби. В силу возраста Готлеб Михайлович не смог понять и принять перемены начала девяностых. В тот день должен был состояться спектакль «Мастер и Маргарита», в котором он был занят. Готлеб Михайлович был чрезвычайно пунктуальным человеком и никогда в жизни не опаздывал ни на репетиции, ни на спектакли. Поэтому, когда актер впервые за долгие годы не явился на работу, его коллеги забили тревогу и сразу после представления отправились к нему домой. Раненсон с красным лицом лежал посреди комнаты на ковре. Умер актер в полном одиночестве от инсульта 25 декабря 1991 года. Похоронили актера на Введенском кладбище. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok